Приветствую вас, Василий. Строция ваша, конечно, неплохая. И с точки зрения этики, и с точки зрения психологии. Понятно, что вы поступили не лучшим образом, применив силу к своей жене, ударив её. И, понятное дело, что вас это не красят. Безусловно, вас это не красят. И, наверное, было бы молодушим для взрослого мужчины списывать всё на эмоции, на какую-то злость, на что-то другое. Вот. Но, видите ли, случившееся стало возможным благодаря тому, что вы балдаетесь из крайности в крайность. Сначала вы ссоритесь со своей женой на вечеринке. Вы меня, конечно, извините, но я не думаю, что ссора в общественном месте такая, чтобы жена ушла, может возникнуть на ровном месте без определённой истории за собой. Если подобное случилось, значит, это определённая кульминация. Кульминация какого-либо эпизода в вашей жизни. Какого-либо эпизода, отношение к которому у вас выработать, к сожалению, не получилось. Это первое. То есть, важно определить, докататься до истины, до причины. Не истины, а причины. Основания. Нет. До причины, не до основания. До причины. Ваших с ней действий. Почему ваша жена выбирает уходить, прятаться в незнакомом доме от вас, потом идти домой, ничего вам не говорить и не отвечать? Почему вы, ссорившись с ней на вечеринке, то есть, по идее, продвигающие свою позицию какую-то, после того, как она уходит, а по факту, она жаль, что вы, условно говоря, победили, бесите за ней, настолько переживаете за неё, что откровенно паникуете. То есть, без вас паника, аффект, соответственно, эмоциональное вложение в это. Да, ваша ответственность. То, что вы, как бы, ну, условно говоря, условно говоря, выгнув её, да, выгнув её, за ней же побежали. То есть, это не уверенность в своей позиции, это не определённость её, непростроенность вашей позиции. И в этом вся суть, в этом вся суть. Понимаете? Какая штука. Это такой момент. Следующий момент. Отставите вы себя, вините, самобичевуете, ничего не измените. Напротив. Вам... Моя коллега Нуна Бухутовна на... Я не разделяю некоторые взгляды коллег и подход коллег к вашему вопросу. Она верно сказала, что столько раз вы это зазлитесь, столько раз это произойдёт. Только это факт, что если вы будете так эмоционально вкладываться, то такой у вас будет откат. И этот откат будет в виде агрессии. В виде агрессивного поведения по отношению к вашей жене. То, что вы себя сейчас бесчуете, приведёт к тому, что в следующий раз, вы также можете её удавить, потому что крайность, крайность раскачивает. Чем сильнее раскачивается, как в одну сторону, тем сильнее он будет в другую сторону. Это нормально. Это естественно. Поэтому. Я вам совершенно точно могу сказать, что глобально вы это сделали для того, чтобы себя обвинить. Вот сейчас вам хорошо. Вам больно, вам плохо, но всё понятно сейчас в вашей жизни. Всё определённо, что вот есть вы, вы плохой, есть ваша жена, она хорошая. Всё понятно. И в этом мире вам хорошо. И в этом мире вам определённо. Да, вам не очень, конечно, приятно, и вам больно, и вы переживаете не лучшие эмоции, но вам понятно жить так. А в других случаях, я думаю, вы колебляетесь. В других случаях, я думаю, вы сомневаетесь. В других случаях, совершенно очевидно, вы тревожитесь. И причина здесь в том, что вы не доверяете себе. У вас нет, как я сказал, простроенной своей чёткой позиции по вопросам, которые непосредственно, например, касаются лично вам. И в этой ситуации абсолютно нормально, что вы ведёте себя подобным образом. То есть дело здесь не в том, чтобы возвращать всё это доверие. Дело здесь в том, чтобы личность расти, становиться более осознанным и так далее. Вот в чём дело. Понимаете, такая штука. И... Такая моя рекомендация. Жена, она, ну, понятно сейчас злится, у неё эмоции, она чувствует себя униженной. Это правда. Это правда. Это правда. Это правда. И... Для себя, вот перед самим собой и перед ней, вы ответственны только за то, что сделали то, что вы не хотели сделать. Я думаю, за это вам можно измениться. Именно за это вам можно измениться. Что вы сделали то, чего вы делать не хотели. Но за всё остальное, за то, что вы бредили её и прочее, прочее, прочее. Это, извините, ваши домыслы призванные, как раз таки, сделать вашу психологическую реальность более понятной вам. Понимаете? Вот такая вот штука. И... Признавая неприемлемость физического воздействия на женщину, я считаю, что вы достаточно сильный и мужественный человек, раз признались в том, что сделали, раз сознаёте свою ответственность, раз понимаете и говорите об этом, о том, что вы не хотите. Многие мужчины это скрывают. Вы молодец. В этом ваши, как бы, силы. Но... Это... Конечно... Мало. Этого мало. Эээ... Если ничего вам не сделать, если вы не будете меняться, не будете менять отношение поведения к своей жене, не обучитесь навыкам бесконфликтного общения, не поработаете со своей тревожностью, эээ... то, вероятно, ситуация повторится. Не потому, что вы хотите свою жену бить. Нет. Я уверен, вы любите её. Ээ... Просто... По-другому вам невозможно будет избавиться от... Ммм... Ну... От... Того напряжения, которое... Вы испытываете. Эх... Понимаете, какая штука. Вот. Такие дела. Я думаю, что... 15 лет брака не... Пойдут... Эээ... Впустую. Из одного такого эпизода. Я думаю, что чувство вашей жены и ваши чувства к ней... Смогут пережить это. Это неприятно, это больно, но это не конец света. Это не конец света. И сейчас вам, вашей жене, может казаться, что это так. Это не конец света. Но вы ответственны. И что самое главное, вы ответственны оба. За то, что произошло. И пусть вам это будет облегчением, но не поводом для аргумента в разговоре с ней. В разговоре с ней говорить вы можете только про свою ответственность. Не про её. Говоря про свою ответственность, демонстрируйте ей как нужно. А не как надо ей. Знаете? В чём суть? В чём суть? А вот... Такой ответ... Я могу вам дать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.